22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Эта война принесла неслыханные жертвы и разрушения. Она коснулась каждой семьи, каждого человека. На территории нашего края шли ожесточенные бои, где решалась судьба фронта, судьба страны. Об этом напоминают памятники, безмолвные свидетели истории. События Великой Отечественной войны уже стали для нас историей. Но память о ней увековечена в мемориалах и монументах, обелисках и памятниках. В нашем городе немало памятных мест, которые хранят в себе историю времен Великой Отечественной войны. Именно поэтому гости из Ейска приехали в Славянск-на-Кубани на экскурсию, чтобы пройти по тем тропам, где гремела война. Очень много мы нашим школьникам, и не только школьникам, всем яичанам, рассказываем о том, что более тысячи солдат, молодых ребят, неподготовленных практически ребят, они защищали эту территорию на территорию голубой линии. И, конечно же, больше тысячи ребят так и остались здесь лежать навечно, не имея ни семей, ни продолжения своего рода. И наша цель – почтить именно тех яичан, которые остались здесь лежать навечно. Десятки памятников, мемориальных досок, рукотворные и нерукотворные свидетели прошлых лет. Они живут особой жизнью, и обязанность каждого – хранить историю для будущих поколений. Рассказать и напомнить ребятам о нелёгких и суровых днях в Великой Отечественной. Именно это было главной целью экскурсии. Дело в том, что в последнее время стало очень хорошей традицией, доброй традицией. Это проведение совместных выставок и совместных мероприятий. Вот сегодня, в преддверии 75-летия начала Великой Отечественной войны, 22 июня, мы проводим совместные мероприятия. Конечно, думаю, что это очень важно, очень необходимо. Почему? Потому что наше подрастающее поколение должны знать великие подвиги своих прадедов, должны знать свою историю. И музей совместно с историко-краеведческим музеем Ейска идём в этом направлении. В ходе экскурсии гости посетили парк 40-летия Победы, памятник труженикам тыла, памятные знаки землякам-героям. Посетили историко-краеведческий музей. Ребята ближе познакомились с событиями того времени, узнали о первых днях войны на территории района, оккупации, партизанском движении, увидели те места, которые напоминают о беспримерном мужестве советского солдата. Экскурсия произвела большое впечатление на гостей из Ейского района. Ведь она позволила в очередной раз прикоснуться к трагическим страницам нашей истории. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».